МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что делать, если потерялся, нам рассказали руководители поискового кинологического отряда «Саров» Сергей и Инна Кузнецова. Сергей Леонидович, Иван Вячеславович, расскажите, пожалуйста, об истории появления поискового отряда «Саров». Все-таки, ну, казалось бы, у нас места не самые глухие, леса не такие дремучие, глубокие. Как вам пришла в голову идея создать такой отряд и что за этим стояло, какие цели вы перед собой ставили? Лет 8 назад для тренировок своих собак, я работаю в ГОЧС города Сарова, кинолог, спасатель-кинолог, и для тренировки своих собак необходимы статисты. Люди должны быть постоянно разные, чтобы собака не привыкала к одному и тому же запаху. Мы попросили людей, которые ходили к нам на площадку, заниматься просто воспитанием собак. Попросили их побыть в роли статистов на тренировках. Ну, люди заинтересовались, вы проявили желание попробовать своих собак. В общем-то, так и организовалась такая вот группа. Сначала небольшая, а потом как бы стала расширяться, обрастать. Давайте немного поговорим об этом аспекте, о подготовке, об участниках. Сколько сейчас людей у вас состоит? Кинологов у нас на данном этапе 16 человек. Два у нас пеших зарегистрировались и уже как бы с нами вот выезжали. И три девочки-школьницы-инфорги, они нам помогают в сборе информации, кто пришел на поиски, записать, выписать. Готовят чай, помогают нам во всем. У вас идет прием новых членов вообще в комнате? Да, 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 конечно. У нас есть в ВКонтакте своя тема, и там есть кнопочка «Вступить в отряд». То есть, нажав эту кнопочку, можно вступить в отряд, оставить свои координаты. Мы связываемся с этими людьми, приглашаем их на тренировку, чтобы они поняли, насколько они готовы вообще к тому, чем мы занимаемся. Потому что, например, в субботу приехали люди, женщина побаивается собак, но, проведя с нами практически полдня, она уезжала очень довольна и сказала, что с огромным удовольствием будет помогать. А вы предъявляете какие-то начальные минимальные требования к кандидатам, которые хотят вам вступить? Да, конечно. Требования, ну, во-первых, самое основное требование – это желание помочь. То есть, это самое основное требование. Потом, чтобы стать пысковиком, чтобы ходить, бродить по лесу, не один, не два часа, а там шесть-восемь часов, естественно, нужно физическое здоровье. Человек должен быть, ну, выносливым в этом плане. Вот, все остальное, все остальные знания необходимые можно получить в отряде. Как ориентироваться, как организовывается поиск и все остальное. То есть, этому можно научиться в отряде. То есть, у вас прямо занятия идут, да? Да. А какие дисциплины, если не секрет? Ориентирование, связь обязательно, чтобы человек умел пользоваться рацией. Правильно отвечать, правильно отзываться в рацию, если его вызывают. То есть, есть какие-то правила введения связи на ПСР. Естественно, первая помощь, наверное. Первая помощь, да, это однозначно тоже. Даже проводим такие занятия, например, ну, бывает так, что человек не может идти. И вязание носилок из подручных материалов, то есть это тоже очень важно, чтобы человек умел делать это. А где у вас проходит занятие, чтобы вдруг, если кому-то стало интересно, он мог хотя бы прийти посмотреть? То есть, мы в пятницу обычно оповещаем свою группу, что будет проходить занятие. Включаем время и место сбора. Те, кто не знает, мы их собираем или нет транспорта, мы их тоже забираем. И выезжаем в разные места, поскольку в одном месте, конечно, собака привыкает к месту. И стараемся выезжать в разные места, даже иногда за зону выезжаем. Иногда и в Нижний Новгород ездим на совместные тренировки. А имеет смысл приходить со своей собакой, которая никогда до этого в этом не участвовала? Именно на ПСР, наверное, и не стоит, только мешать будет. А вот если, допустим, человек хочет попробовать силы своей собаки, ну, к собакам мы тоже предъявляем определенные требования. То есть мы требуем, чтобы все-таки собака была молодая, ни в коем случае не была агрессивна. Молодая это до скольки? Молодая, ну, желательно до год-полтора, не больше. А, даже так? Да. Не была агрессивна ни к людям, ни к другим, желательно, собакам. Не была труслива, не боялась громких звуков, каких-то неожиданных вещей. Могла достаточно легко передвигаться по сложной местности. То есть иногда приходит собака, ей даже она ни в какую не идет, не перепрыгивает через поломанное дерево. Ну, хотя этому тоже можно научить. Ну, а дальше рост, конечно. Конечно, маленькая собачка в лесу передвигаться очень тяжело. Или, например, док тоже тяжело. То есть желательно, чтобы собака была определенной весовой категории. Ну, вот как бы вот такие вещи. А у вас сейчас какие породы работают? В отряде у нас есть бордер-колли, три собаки этой породы. Это якобы самые умные, да, среди всех собак? Ну, наверное, да. Бельгийская овчарка Малинуа есть. Бернский зининхонт. Как бы ни звучало это странно, достаточно крупная собака, тяжелая. Но Яралаш у нас один из самых главных таких поисковиков. Золотистый ретривер. Конечно, без лабрадоров нам не обойтись. Лабрадор-ретривер – это, наверное, больше всего этих собак. Из необычного белая швейцарская овчарка у нас сейчас появилась. Что у нас? Кто у нас еще? Бигль. Бигль есть, да. Пробуем работать с биглем охотник. Вот, ну вот, как бы вот такие вот собаки. Сумбернаров на зимний период. Наверное, нет. Но в зимний период мы поиски не совершаем. Здесь даже больше, наверное, не от породы зависит, а зависит от индивидуальных особенностей собаки. То есть собака должна быть любознательной, эмоциональной. Чем эмоциональнее собака, тем легче ее замотивировать на какую-то работу. Поэтому вот мы тестируем. Люди приходят, да, мы как бы никого не прогоняем, ни в коем случае, но мы тестируем собаку и мы говорим людям, что есть смысл дальше продолжать или нет смысла. Что за тест? Ну, тест на поведение, на отношения, контактность, проверяем, как она с людьми, какой контакт, боится, не боится, потому что есть собаки, ну, как уже сказали, они живые и у каждой свой характер. Кто-то открыто идет к людям, не боясь. Кто-то с опаской, замкнутой, с осторожностью. То есть с такими собаками. Можно, конечно, есть специальные упражнения, которые там, ну, социализацию делаем собакам. Ну, если у собаки, собака пришла уже после года, там, скажем, там полтора-два года собаки, да, у нее уже свое видение на жизнь, и ее переделать очень сложно уже. Ну, как человек, черташи, тележи, девочек. Ну, да, просто не имеет смысла порой это все. Порой, да, не имеет смысла биться. Вот. Ну, некоторые приходят с собой, ну, как бы с собакой, начинают заниматься, и, ну, по каким-то причинам у собаки очень сложно идет продвижение, нет прогресса. Да, да, и человеку хочется. И тогда он, если есть возможность, он заводит уже собаку специально под эту работу. То есть есть и такие люди. Целенаправленно. Целенаправленно, да. То есть собака должна быть контактной, не бояться людей, выносливой. Да. Не очень большой и не совсем маленькой. Да. Чтобы она могла по лесу успешно маневровать. Да, потому что, да, есть места, где, например, маленькая собака, она просто не пройдет. Это заросли малины, заросли крапивы. Да, ежевика, это вообще там застревают они. То есть... Да просто огромное дерево поваливает. Вот если зайти в наш лес, там такие завалы. Есть места, да, приходится собаку даже переносить через эти завалы, она сама не может пройти, просто вот физически не может. Ну, вы, наверное, учите животных не отвлекаться, чтобы она понимала ее цель искать. Не на запахе, не на пьете, не на животных. Да, 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 это основное. Да. Ну, стараемся есть какие-то определенные ритуалы, когда приезжаешь в лес, и собака понимает, что она приехала не просто гулять, а делать работу. Вот. Есть... У каждого кинологического расчета есть свои какие-то ритуалы. Мы как бы называем это стартовый ритуал. Вот. Для какой-то собаки это просто хозяин надел рюкзак. Для другой собаки на нее повесили колокольчик. На третьей собаке, например, вместо ошейника одели шлейку. То есть это все для нее сигнал к работе. Она включается. Она включается, да. А сколько времени в среднем уходит на подготовку? Ну, где-то год точно. Кто-то чуть раньше готов работать. Ну, все равно мы очень аккуратно пускаем на настоящую работу на ПСР молодых собак. То есть стараемся не сбить желание вот это вот работать. Очень дозировано. Ну, кто-то год, а у кого-то едва уходит. Все очень по-разному бывает. Есть какой-то контрольный финальный экзамен, после которого вы отец-дуйте животным? В ПСР мы стараемся привлекать собак, которые уже прошли сертификационные испытания по системе МЧС. У нас есть правила проведения таких испытаний. То есть мы выезжаем на эти мероприятия, сдаем вот эти экзамены, нам выдают. Собака получает рабочую книжку, где записываются все выезды, все... То есть любой руководитель поисково-спасательной архоработы может проверить эту книжку. То есть ты предоставляешь эту книжку, что да, у тебя собака аттестована, готова к работе. В последнее время мы для своих волонтеров еще сейчас разрабатываем, находятся в разработке у нас правила проведения, мы их назвали лесные испытания. Там эти испытания, они больше приближены, наверное, к реальной работе, к реальному ПСР. То есть человеку дается квадрат, который он должен отыскать по навигатору, то есть не просто так вот указали ему здесь вещи, просто даются точки, координаты, он должен найти этот квадрат и провести работу в этом квадрате, то есть прочес. Вот на примере недавних и счастливых поисков девочки, которая пробыла недалеко от нас в Нижегородской области, как вообще выстраивать эту поисковую работу? Вы приезжаете на место, попадаете уже на сформированную группу. Что дальше? Регистрируемся. Приезжаем на место, мы однозначно сначала проходишь регистрацию, что ты приехал. Это нужно для того, чтобы руководители поисково-спасательных работ, они знали, в какую группу, то есть там обязательно идет указание, кинологический расчет или просто пеший. Потому что работа пешего и кинологического расчета немножко отличается. И все руководители вот этих поисково-спасательных работ, они уже знают, в какие места лучше забросить кинологический расчет. Кинологический расчет, в общем-то, рассчитан на то, что он работает отдельно от группы, чтобы не было лишних запахов, не надували на собаку, и собака не путалась в квадрате. Поэтому вот они учитывают это все. Сергей Леонидович, я так понимаю, вы принимали непосредственно участие в этих поисках. Надо искать по запаху. Как вам, какие-то вещи вот эти девочки добавили? Нет, наши собаки работают немножко по другому принципу. Запаховые вещи нужны для следовых собак. То есть собаки, которые ищут конкретный запах по конкретным вещам. Наши собаки работают немножко по-другому. Когда ты приходишь в квадрат, и там находится любой человек. Комплексный запах человека, наверное. Да, комплексный запах человека. Собака реагирует на него и идет, отыскивает источник этого запаха в квадрате в этом. На каком расстоянии собака может делать запах? По-разному тоже. Это настолько все индивидуально. Проверяли в чистом поле, забрасывали человека на квадроцикле, чтобы не было следов в центр поля. И начинали работу с 300 метров. То есть ходили вокруг человека, сидящего в центре поля. Сначала на расстоянии 300 метров, потом сближались, сближались. То есть как бы улиточкой такой получился. Трек получился улиткой. При наличии ветра, какие-то собаки брали и 250 метров от человека, начинали чуять запах. По прямой локализовывают этот запаховый коридор, локализуют и приходят к человеку. Кто-то со 150 метров. То есть разные вот эти вот показатели. А во время поисков как работает связка собака-человек? То есть вы ведете собаку или она ведет вас? Она без поводка? Никто никого не ведет. Нет, ведет. Я имею в виду чисто психологически. То есть вы идете за псом или пес идет в пределах вашей траектории? Нет. Когда дают квадрат на проработку, он отрабатывается галсами. То есть вот эти галсы, они зависят от того, на каком расстоянии собака работает. То есть есть собаки на 50 метров уходят в сторону, кто-то на 100 метров уходит в сторону. То есть опять же смотрим на собак и уже определяешь какой галс тебе делать. А галс это что? Галс это расстояние между вашими проходами. То есть вот эта змейка. А, все, понял. Да. То есть вы, когда приезжаешь на ПСР, в навигатор закачивается сетка этой местности, уже готовая с названиями квадратов. Тебе дают этот квадрат, например, какой-то там индекс квадрата. Ты находишь этот квадрат или тебя забрасывают на машине, если это далеко. Ты выходишь в расу и говоришь, что такой-то, такой-то начинает работу в квадрате. А там уже у руководителя ПСР, у картографа уже видно, кто в этом квадрате. То есть они дают, когда задание, они отмечают, в каком квадрате ты находишься. И как собака себя ведет, когда начинает чуять человека? Она же должна дать об этом знать. Да. Поведением она обязательно дает знать. То есть она более активизируется, начинает распутывать вот эти вот запахи в лесу. Вот этот запаховый коридор, как мы называем, который сдувается с человека. И дорабатывает уже, и голосом обозначает, если это далеко, ты можешь даже не видеть, где находится собака, но она при нахождении человека, пострадавшего там или находящегося в этом квадрате. Она голосом обозначает, что... То есть... Монотонно лает, то есть постоянно. Зовет. Она фиксируется около этого человека, не уходит, а просто или сидит, или лежит. Да, да, да. Может стоять, но она будет постоянно лаять, как бы... И мы уже бежим на этот звук. На этот звук просто уже бежишь. Вот эти поиски в тяжелых условиях велись? Ну, они были тяжелы тем, что лес очень такой труднопроходимый. Много завалов, много подлеска вот этого густого, где просто вот очень тяжело идти. То есть не такой картинный лес для тропки, там солнышко светит, птички поют, это настоящая часть. Выходишь, если какая-то полянка или поле, то это обязательно или крапива в рост, или малинник. То есть просто так, как бы вот по травке прогуляться не получилось. Ну, плюс дикие звери. Пчелами был покусан Сергей. Да, плюс еще в ночную задачу выходили. Тоже тяжело тем, что собаку очень плохо видно. И за поведением собаки можно было определить поведение собаки только по светящемуся ошейнику, например, если он быстрее начал двигаться по лесу. Так, в общем-то, в темноте ты идешь, у тебя просто налобный фонарик, насколько он может пробить лес. Ну, а собака по своему прибору идет. Да, собака идет по своему прибору. Сергей Леонидович, Синович, Слава, люди терялись, теряются, будут теряться. Никуда от этого не деться. Давайте в завершении эфира попробуем дать какие-то базовые советы. Во-первых, о чем стоит помнить, когда ты идешь в лес? Когда идешь в лес, ну, это совет, рекомендации. Даже если ты идешь просто погулять, нужно с собой брать небольшой рюкзачок с так называемым комплектом НЗ. То есть в него должны входить какой-то перекус, то есть это может быть шоколадка, какой-то, ну, Сникерс, там, Марс, что сейчас очень много всего. Вода. Вода обязательно, там хотя бы пол-литра воды с собой должно быть. Вот. Идете в лес, телефон должен быть заряжен. Обязательно. Это, наверное, сейчас очень главное такое условие. По телефону очень быстро можно найти человека. По крайней мере, по телефону мы можем определить направление поиска, чтобы не делать лишней работы. Должны быть спички обязательно. Даже если человек не курит, спички для разведения костра. Компас. То есть он не так много стоит, там, не обязательно, там, какой-то профессиональный компас. Обычный, который продается в туристических, в охотничьих магазинах, там, ну, там 200-300 рублей, которые... Ну, север-юк, обычный. Да, 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 обычный такой компас. Зашли в лес, посмотрели, куда зашли. Посмотрели, в какую сторону вы пошли, и возвращаетесь на 180 градусов. То есть, как бы, ничего сложного в этом нет. То есть никакого космоса, просто на уровне здравоохранения? Абсолютно никакого космоса. Я понимаю, что не у всех людей есть там пауэрбанки, которыми можно подзарядиться, телефон подзарядить там. Тем более уж навигаторы, и пользоваться навигатором тоже нужно уметь. То есть, если... И одежда еще бы яркая. Одежда, да. Желательно, чтобы... Жилеточку хотя бы оранжевую. Чтобы одежда была яркой. Если нет яркой одежды, сейчас в каждой машине есть вот эти жилетки сигнальные. Оденьте жилетку, вас намного легче будет отыскать в лесу, чем в камуфляже, если вы находитесь. И последний вопрос. Все-таки потерялся, понял, что дорогу назад найти не можешь. Какие ошибки часто совершают люди? Часто ошибки... Начинают метаться. Люди начинают метаться, начинают пытаться выйти самостоятельно. Но, как правило, есть такое понятие пар-шаги. То есть, это расстояние между двумя шагами, правая и левая нога. И вот это вот люди, кто-то левша, кто-то правша, нет одинакового шага ни у кого. То есть, кажется, что ты идешь вперед? Да. Тебе кажется, что ты идешь по прямой, а на самом деле ты идешь по кругу. Или направо, или налево. Вот. Поэтому, если человек потерялся, не надо геройствовать и пытаться выйти самому. Если есть связь, нужно сразу позвонить родственникам по 112. 112, да. То есть, без разницы, куда вы будете звонить. Главное, что вы поставили в известность кого-то, что вы потерялись. Второе. Не нужно геройствовать и не нужно искать выход самому. Нужно оставаться на месте. То есть, не терять силы. Потому что, ну, всякое бывает, вас могут не сразу найти и силы вам понадобятся. Вот. Если есть возможность, если у вас есть какой-то там, ну, дождевик какой-то, да, из него можно сделать какой-то небольшой навес, если пошел дождь. Вот. Можно разжечь костер. Костер нужен даже... Дым можно увидеть. Во-первых, да, во-первых, от костра вы можете согреться. Во-вторых, запах дыма, он очень далеко разносится, и по нему тоже можно определить направление. То есть, запах дыма, проверяем ветер, откуда дует, и вот тебе, пожалуйста, готовый направление. Это выкишает помощь тем, кто тебя ищет. Да. Ну, да, да. Вот. Есть такая технология, выводят по телефону. Ну, то есть, можно даже по телефону вывести человека из леса. Ну, это работа картографа, который сидит за компьютером и смотрит, где какие... И четко ведет. Да, четко ведет человек, да. Здесь нужны еще правильные вопросы задавать человеку, чтобы не разрядить телефон. Это раз. Чтобы получить как можно больше информации за короткое время. То есть, какие-то ориентиры может быть человек, где-то что-то проходил, куда, в какую сторону от дороги он пошел, подходил ли к реке. Ну, вот такие вопросы. То есть, и по карте уже картограф, он может определить примерно место, где человек находится. То есть, он или направляет группу в это место, поисковую группу, или же пытается по телефону вывести человека, если, ну, опять же, это тоже нужно этому учиться. Друзья, на этом все. Спасибо, что были с нами. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях были руководители поискового кинологического отряда Саров, Инна и Сергей Кузнецов. Большое спасибо, что согласились прийти. Друзья, не теряйтесь и всегда сохраняйте спокойствие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова